Я вышел на палубу и остановился в изумлении. Пароход пробирался посреди бесчисленного множества плотов и барок, составлявших почти одну сплошную массу во всю ширину реки. Мы были в Рыбинске. Богатые каменные дома, тянущиеся стройным рядом по высокому берегу, прекрасная устланная камнем набережная с хорошенькими перилами, отличный тротуар вдоль набережной – все показывало, что жители Рыбинска – люди небедные. Так вспоминал свое путешествие в Рыбинск в 1860 году знаменитый русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский. У каждого города нашей земли есть свое лицо, свое прошлое, своя историческая судьба и свои тайны. Хранит память о минувших днях и Рыбинск – старинный город, раскинувшийся на берегах Волги к северо-западу от Ярославля. История Рыбинска начинается в XI веке. В летописях первое поселение на месте современного города упоминается под названием «Усть Шексна». Век этого поселения был недолг. Во времена татаро-монгольского нашествия его постигла участь многих других волжских городов и посадов. Усть Шексна была разорена и почти полностью сожжена. Город возродился уже под другим именем – Рыбная Слобода. Название не было случайным. Оно указывало на основное занятие местных жителей – рыбный промысел. Рыбу поставляли к Великокняжескому, а позднее – к Царскому столу. А ситры, стерляди, белорыбеца, не говоря уже о судаках, лещах и щуках, в изобилии водились в те времена в Волге, Шексне, Малоге и других реках края. Коренные перемены эпохи Петра I не обошли стороной и рыбную слободу. Основание Петербурга и создание Вышневолодской водной системы резко увеличило количество грузов, идущих мимо Слободы. Город располагался у самой северо-западной излучины Волги, выше которой река становилась мелководной, а значит, непроходимой для больших кораблей. Поэтому именно здесь осуществлялась перевалка грузов на мелкодонные суда, которые позже так и стали называться Зарыбинскими. Традиционный рыбный промысел постепенно отошел на второй план, а иные из рыбаков превратились в предпринимателей, судовладельцев и судостроителей. Возникают купеческие династии, многие из которых позже получили известность не только в провинции, но и в столицах. Рыбинские купцы славились своей благотворительностью. Значительные средства они вкладывали в строительство соборов, храмов, богоугодных заведений и городские приюты. Рыбинск нередко называли городом бурлаков, бурлатской столицей. Летом население города вырастало в несколько раз. Множество людей стекалось сюда, чтобы за небольшую плату наняться бурлаками или грузчиками к богатым купцам. В память безвестных тружеников на Волжской набережной Рыбинска был установлен единственный в мире памятник бурлаку. В 1777 году императрица Екатерина II подписала указ, согласно которому рыбная слобода преобразовывалась в уездный город. Сначала он носил название «Рыбный», а позже был переименован в «Рыбинск». В 18 веке город неоднократно горел. После одного из таких пожаров в нем не уцелело ни единого двора. Поэтому современный архитектурный облик Рыбинска составляют здания, построенные в 19-м и 20-м веках. Жемчужина Рыбинска – величественный Спасо-Преображенский собор. «Я был в земном раю. Не знаю, сподобит ли меня Господь быть в раю небесном. Я был в Рыбинском соборе». Так в конце 19-го столетия писал о храме архиепископ Ярославский и Ростовский Ионафан Руднев. Первый храм на этом месте был возведен в конце 12-го века. А к началу века 17-го здесь стояли уже две церкви – Преображенская и Петропавловская, обе деревянные. Позже их сменил каменной пятиглавой Спасо-Преображенский собор. Однако до наших дней он не сохранился. Автором проекта нового собора стал известный петербургский архитектор Авраам Иванович Мельников. Он вместе с другими выдающимися архитекторами России участвовал в конкурсе на проект Исаакиевского собора в Петербурге. Однако первую премию там взял проект Агюста Монферрана. И тогда Мельников предложил свою работу в Рыбинск. Строительство длилось более десяти лет. Наконец, 29 июня 1851 года, торжественным архиерейским чином архиепископ Евгений Казанцев осветил новый храм. Пятиглавый собор, построенный в стиле позднего классицизма, стал одним из красивейших на Верхней Волге. Его любовно называли Красой Поволжья. В драматичном 20-м столетии Краса Поволжья разделила участь многих российских храмов. В 1929 году Спасо-Преображенский собор закрыли. В 30-е годы были разрушены барабаны глав, а интерьер разделен на два этажа и приспособлен под конторские помещения. Лишь в конце 90-х годов собор был возвращен верующим. В 19-м веке главный храм Рыбинска строился на средства рыбинских купцов, за что они снискали благословение Святейшего Синода. Нашелся меценат и среди наших современников. Сложнейшая реставрация шла три года. Общими усилиями реставраторов и прихожан удалось возродить Спасо-Преображенский собор в его первозданном виде. 19 августа 2006 года в престольный праздник Преображения Господня в соборе прошла первая архиерейская служба. В городе одним из самых старых памятников зодчества является церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, возведенная в 1697 году. ПЕСНЯ 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 Многие годы храм оставался нерасписанным. Только спустя 70 лет после постройки артель ярославских изографов украсила храм фресковой живописью. Нижний храмовый ярус иллюстрирует сказания о Казанской иконе, составленном святителем Казанским Гермогеном. На северной стене изображена встреча Казанской иконы в Москве в 1612 году. Казанской иконы в Москве В начале 19 века в Рыбинск приехал Карл Иванович Росси, в ту пору еще малоизвестный зодчий. Росси участвовал в разработке образцового проекта для города. Наследие, оставленное талантливым Карлом Росси в Рыбинске, замечательно по ценности и красоте. Тогда же, в 1811 году, на набережной Волги было начато строительство хлебной биржи. Это еще одна достопримечательность города. В 19 веке торговля хлебом в Рыбинске набирала обороты, и вскоре уездный город превратился в своего рода хлебную столицу всей России. Иван Сергеевич Аксаков, проживший в Рыбинске около двух лет, писал, «В Рыбинске пожары редки, но если бы случился другой ветер и понес огонь за хлебные амбары, то от этого бедствия потерпела бы вся Россия». Здесь, в амбарах, хранятся миллионы кулей хлеба. Одна из самых красивых построек города, возведенных в начале 20 века, здание «Новые хлебные биржи», выполненная по проекту московского архитектора Иванова. Основание биржи облицовано гранитом, который должен был охранять фундамент от воды и ударов в льдин во время разлива реки. Со стороны Волги биржа напоминает висящий на скале замок. Сейчас здесь располагается Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей. При строительстве Рыбинской ГЭС водами искусственно образованного водохранилища был затоплен древний русский город Малога. Множество сел и деревень. Под водой оказались и православные святыни, храмы и монастыри. Среди них Югская Дорофеева пусты, Афанасьевский и Леушинский монастыри. В память о Рыбинском Китеже в городе создан музей Малогского края. Рыбинцы гордятся своим историческим прошлым. Они много делают для сохранения и реставрации памятников старины, возрождения былых традиций. Рыбинск – место особенное, сохранившее неповторимый колорит и милое обаяние старых русских городов по Волжье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин